Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в нашу привычную жизнь. На несколько месяцев мы остались без заграничных отпусков, гонок и даже концертов. Однако организаторы Life&Drive нашли выход из этой ситуации. Они провели целую серию концертов для автомобилистов под открытым небом. Весной, когда в стране ввели ограничительные меры и наложили запрет на все массовые мероприятия, стало понятно. К обычной жизни мы вернемся еще не скоро. Фестивали, запланированные на лето и осень, были перенесены на будущий год, а некоторые и вовсе отменены. Дабы хоть как-то развлечь скучающих граждан и поддержать артистов, фактически оказавшихся без работы, интернет-площадки начали проводить концерты в формате онлайн. Они приглашали звезд отечественной эстрады в свои студии и вели прямые эфиры. Стоит отметить, что такие цифровые фестивали пользовались в период самоизоляции высоким спросом. Некоторые интернет-выступления одновременно собирали у экранов свыше 5 миллионов человек. Но вот ограничения частично сняли, и организаторы концертов увидели больше возможностей для работы. Массовые мероприятия на открытом воздухе по факту разрешили. Нужно было только обеспечить социальную дистанцию, как между зрителями, так и между артистами. Обдумывая этот момент, организаторы вспомнили об автомобильных кинотеатрах, которые пользовались за границей огромной популярностью в конце 50-х годов прошлого столетия. И крупнейшим фестивалем, построенным по тому же принципу, когда посетители наблюдают за происходящим на сцене из своих машин, стал Live & Drive, состоявшийся при поддержке телеканала Автоплюс. Ну, идея на самом деле не нова. Вы знаете прекрасно, что в Соединенных Штатах Америки в 60-х годах еще были очень популярны кинотеатры Drive-In. Собственно говоря, в ситуации, когда мир накрыла эта нежданная пандемия, промоутеры на разных территориях в разных странах решили обратиться к этому давно забытому жанру. Проблема американских кинотеатров под открытым небом заключалась в том, что колонки всегда размещались возле экрана. И те зрители, что припарковались дальше первых линий, могли наслаждаться исключительно картинкой. Звук до них уже не доносился. Организаторы Live & Drive продумали и этот момент. Автомобилисты могли поймать определенную FM-частоту и прекрасно слышать артистов, даже не выходя из машины. А выходить не запрещалось. Зрители танцевали, подпевали другим музыкантам и даже аплодировали. Правда, служба безопасности отслеживала, чтобы посетители не отходили от своих парковочных мест дальше, чем на пару метров. Но с этим, увы, ничего не поделаешь. Таковы санитарно-эпидемиологические требования. Честно говоря, мне было страшно. Я немножко волновалась, как это вообще будет проходить. Как меня слышно и вообще слышно ли меня. Потому что люди должны сидеть в своих автомобилях. Но я увидела, что все вышли из автомобиля, танцевали, пели, аплодировали. Потом мне громко сигналили после моего выступления. Поэтому замечательно. Да, вместо традиционных аплодисментов, сопровождающих любое выступление, на фестивале Life&Drive были сигналы автомобильных клаксонов. Проблема в том, что все мы привыкли к тому, что бибиканье означает, что ты делаешь на дороге что-то не так или просто кому-то мешаешь. А потому некоторые артисты все же испытывали дискомфорт, получая одобрительный отклик публики в таком ругательном формате. Конечно, необычный формат. Когда автомобили сигналили, я не понимала, это что, как. Обычно ты, когда сигналят, должен свернуть, повернуть, уехать, освободить дорогу. А здесь это в виде аплодисментов. Ну что ж, это наша реальность. Мы учимся жить в новой реальности. Другим же артистам фестиваля Life&Drive, напротив, подобный формат аплодисментов, да и вообще концерта в целом, пришелся по нраву, ведь это новый, необычный опыт. Не каждый день поешь, всматриваясь в автомобильные фары, а не в лица зрителей. Я впервые участвую в подобном формате, и мне на самом деле понравилось. Я изначально думала, что это будет немножко так странно со сцены, но так классно, когда тебе столько машин бибикают, и ты понимаешь, что это какие-то новые аплодисменты, и люди около машин все равно поют, и все равно есть энергия, есть отдача. Мне кажется, для любого артиста это самое главное. Серия мероприятий Life&Drive – прекрасная альтернатива всем онлайн-выступлениям. Ведь как бы технически грамотно они не были организованы, ничто не может заменить настоящих и ярких впечатлений от живого исполнения артистов. Фестиваль продолжался в течение трех недель, с 6 по 25 июля. Он включал в себя 9 концертов. Первые 8 – это сольники. Зрители могли насладиться музыкой Дианы Арбениной из «Зивер», Леонида Агутина «Баст» и групп «The Hatters», «Сплин» и «Машина времени», а также тандема «Нейромонаха Феофана» и «Анакондас». Завершился же фестиваль галоконцертом «Звезд русского радио», в числе которых оказались Владимир Пресняков, Ёлка, Дима Билан, Аня Лорак, Николай Басков, Ирина Дубцова, Градус и Маша Вебер, Артик и Асти и другие популярные исполнители. Я никогда не ходила на такие концерты. Я только в кино видела, как люди в такой кинотеатр ходят, но концерт, мне кажется, это что-то новенькое вообще и удивительное. Но я бы сходила на такой концерт, посмотрела бы что-нибудь. На себя бы со стороны посмотрела. Ну, вы знаете, этот концерт, он все-таки специфический. Артисты выходят и поют по одной песне. Хорошо, что это не сольный концерт, где, наверное, это бы точно было ощутимо. Отсутствие глаз, зрителей, аплодисментов, но в той мере, как это может быть. Для многих артистов мероприятие Life&Drive стало первым после длительного карантинного периода. Справедливости ради стоит отметить, что эта серия концертов под открытым небом стала первой и для большинства зрителей, которые за 4 месяца ограничительных мер соскучились по подобным шоу. Автомобилисты приезжали послушать любимых артистов целыми компаниями, с друзьями, коллегами или семьей. По правилам, входной, а вернее, въездной билет позволял водителю взять с собой еще одного или троих человек в зависимости от выбранного тарифа. Для зрителей, привыкших к повышенному уровню комфорта, продавались билеты категории VIP. Те, кто останавливал свой выбор на них, могли рассчитывать на пребывание в специально оборудованной зоне со столиками. Особым гостям предлагалось в течение концерта вино и легкие закуски, уже включенные в стоимость билета. Помимо прочего, у них был отдельный въезд на парковку и места на стоянке возле VIP-зоны. Мы не первые, кто это делает. Это делали наши коллеги и в Корее, и в Германии, и в Швеции, и в Британии, и в Штатах это делают регулярно. Но количество машин не превышало более 500. У нас побит мировый рекорд. Мы собрали на одном из наших Live & Drive 750 машин плюс. Это был концерт Басты. По словам организаторов фестиваля Live & Drive, они в ходе подготовки мероприятия не испытывали особых сложностей. Еще бы, за их плечами 25 лет работы в индустрии и тысячи успешно проведенных концертов. Тем не менее, они неожиданно столкнулись с некоторым недоверием со стороны зрителей. Впрочем, это и не удивительно. Для нас такой формат является непривычным, а все новое всегда принимается в штыки. Мы, конечно же, рады, что все получилось. Все получилось действительно отлично, очень хорошо. Но мы немножко удивлены, что люди не питали доверия. Многие думали, что все будут сидеть в машинах заперты, и долго выезжать, заезжать. Но все это оказалось не так. Мы отлично все продумали. В социальных сетях можно отыскать сотни публикаций с хэштегом мероприятия. Под фотографиями и видео, сделанными на фоне сцены и множества автомобилей, зрители делятся своими впечатлениями от нового формата концертов. Надо сказать, что многие остались довольны. Организаторы обеспечили посетителям не только быстрый и удобный заезд на парковку, но и доставку еды и напитков. Любой желающий мог оставить заказ посредством своего смартфона, указав номер места на стоянке, модель и регистрационный знак транспортного средства. И уже через 5-10 минут получить его на руке. Благодаря всему этому, по мнению организаторов, подобные мероприятия даже выигрывают у традиционных. То есть это гораздо удобнее, чем идти на обычный концерт, потому что вы заходите на него долго, долго стоите и толкаетесь в очередях, долго выходите из него. А здесь у нас все выезжают за 5 минут. Это невероятно, но это так. Самое главное, что продуманная организация мероприятия обеспечивала высокий уровень безопасности. На въездах у водителей и пассажиров в обязательном порядке измеряли температуру. И если хотя бы у одного члена экипажа термометры выявляли выше 37 градусов по Цельсию, машину направляли в так называемую группу разбора, где повторные измерения проводили уже сотрудники бригады скорой помощи. Разумеется, осуществлялся и досмотр транспортных средств. Водителей просили открыть задние двери, багажник, бардачок. Но даже это не сильно повлияло на скорость заезда на парковку. На фестиваль допускались как легковые автомобили, так и мотоциклы. К коммерческому транспорту, в том числе минивенам и пикапам, въезд был закрыт. Интересно, что на фестиваль также могли попасть и те, у кого собственной машины нет. Правила фестиваля не запрещали приезжать на концерты, на такси или автомобилях, взятых в краткосрочную аренду. Иначе говоря, каршеринговых. Признаюсь, мы не преследовали коммерческой цели. Мы это сделали для того, чтобы поддержать индустрию, поддержать людей в городе, чтобы люди могли выдохнуть, чтобы люди могли себя почувствовать, наконец, опять людьми. Увидеть глаза артистов, артисты увидеть глаза и руки публики. С 1 августа в Москве снимают ограничения на кинотеатры и прочие массовые мероприятия при условии заполнения зрительного зала не более чем наполовину. Это значит, что жители столицы смогут в скором времени вновь наслаждаться выступлениями любимых артистов в привычном формате. Однако, поскольку опыт фестиваля Life & Drive был признан успешным и весьма удобным для зрителей и артистов, они будут применять его и в дальнейшем. Продолжение следует...